Как студенты КФУ оказались в армии и с какими испытаниями им пришлось столкнуться? Мне очень нравится, я привлекаю с детства, потому что у нас более пяти поколений, семья, ну, в сердце, в сердце. Какие тайны хранит обсерватория Казанского университета? Эксклюзивный пресс-тур. Червячные паруши, серенки — это часть часового механизма. Включили его, телескоп приводится в движение и идет неотрывный наблюдение. Вакцинироваться от ковида или нет, мнение экспертов. Вакцина — это не новость какая-то, это известно, способ профилактики. Всем привет, в эфире Универ Ньюса, в студии Илья Андреев. Сегодня, 2 апреля 2010 года, Казанскому университету был присвоен статус федерального. В настоящее время в России только 10 федеральных университетов. Студенты Казанского университета провели один день в армии. Наш корреспондент побывал на торжественной церемонии открытия этой военно-спортивной игры, которая состоялась в республиканском центре «Патриот». Подробности в сюжете. Казанский университет совместно с республиканским центром «Патриот» приняли на себя организацию и проведение ежегодной военно-спортивной игры «Один день в армии». В соревнованиях приняли участие студенты высших образовательных учреждений со всего Поволжья. Данное мероприятие стало уникальной возможностью презентовать свои навыки и умения в нормативах военно-спортивной подготовки. Именно военно-патриотическое мероприятие «Один день в армии» позволяет фактически нашим обучающимся почувствовать себя причастным к большому, может быть, делу служения у Отечества. И, во-первых, дисциплинирует, позволяет ребятам понять все-таки, что такое военная служба. И, может быть, многие, кто обучается на разных разных направлениях, большого университета, со временем, может быть, выберут и на военную службу. По словам участников мероприятия, помогает начать свой профессиональный путь по выбранной специальности. «Один день в армии» – необходимый проект для формирования у молодого поколения чувства патриотизма, уважения к своей стране и готовности к служению Отечеству. «Я вообще сюда пришел за спортивными результатами, потому что я в школе участвовал в подобного рода соревнованиях, военно-патриотических и спортивных, и как раз-таки выдалась возможность, такой грандиозный проект, и участвовать как раз-таки еще в этом городе и живу, в основном сказании. И подобный формат соревнований мне очень нравится, увлекаюсь с детства, потому что у нас более пяти поколений, семья, ну, все в церкви, все в семье, начиная с 19 века». Впереди участников ожидают экскурсия по Казани, военно-тактическая игра, лекция «Основа оказания первой медицинской помощи» и многое другое. Надежда Степанова, Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз. Ректору Казанского федерального университета Ильшату Гафурову и университету было предложено войти в состав Организационного комитета международного конкурса имени академика Людмилы Вербицкой. Об этом сегодня говорили на очередном рабочем совещании с руговодящим составом ВУЗа. Сам же конкурс призван поддерживать научный потенциал и творческие способности молодых ученых. В Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского университета состоялся отборочный этап Международного инженерного чемпионата Кейс-Ин. Все подробности далее. Главная цель чемпионата Кейс-Ин – показать привлекательность инженерных профессий, их значение и востребованность. Ежегодно в чемпионате участвует более 40 вузов и 5000 студентов со всей России. Казанский университет участвует в Лиге по нефтегазовому делу. Казанский университет участвует в этом чемпионате с 2014 года. Мы проводим отборочные этапы в КФУ, по результатам которых определяется команда-победитель, в свою очередь участвующая в финале чемпионата в городе Москва, который проходит обычно в мае или июне месяце. Согласно правилам чемпионата, студентам Казанского университета необходимо разработать кейсы для решения актуальных задач, стоящих перед российскими нефтяниками. Так, например, в последние годы наиболее востребовано увеличение коэффициента нефтеизвлечения. Главное преимущество чемпионата – это то, что на одной площадке встречаются креативные студенты и ведущие нефтяные компании, нуждающиеся в нестандартных решениях задач. Так, участники чемпионата, а в особенности победители, могут получить хорошие места для практики и предложения по трудоустройству. В качестве экспертов, которые сегодня будут оценивать решения кейсов, которые ребята представят, выступают представители производственных компаний. Кейс разработан компанией Татнефть, Роснефть, это компания Ньюганскнефтегаз, компания Сургутнефтегаз, якутской топливно-инесенной компании, компания Тенге Групп. Мы представляем решение по нефтяной отрасли, то есть нам нужно выбрать оптимальный метод извлечения нефти, но при этом нужно сделать так, чтобы было довольно экологически и экономически рентабельно. Мы очень довольно долго готовились и надеемся на победу. Важно помнить, что кейс – это не задача с одним единственным верным ответом. Здесь есть простор для креатива. Нестандартные решения в будущем смогут реализоваться в виде реальных технологий. В Роспотребнадзоре спрогнозировали, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу. Ранее в Минздраве сообщили, что в последние недели ситуация с коронавирусом в стране улучшается, но для профилактики третьей волны необходимо соблюдать противоэпидемиологические меры и вакцинироваться. Как это могут сделать студенты, сотрудники Казанского университета, да и просто все желающие, расскажем в нашем следующем сюжете. Во время дискуссии по лечению и профилактике COVID-19 в шоуруме нашего телеканала генеральный директор Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины Федерального медико-биологического агентства России Вадим Говорун объяснил, почему вакцинация очень важна. Понимание вакцинации любых актов, болезни, оно воспринимается как-то очень определенно, либо да, либо нет. Это процесс, и на самом деле вакцинация сейчас, это процесс, когда можно резко снизить концентрацию вирусов в популяции, просто за счет иммунности. Вот почему вакцинируют так интенсивно, и надо вакцинировать интенсивно, а не час по чайной ложке. Американцы делают там 2 миллиона вакцинаций в день, потому что они понимают, что на самом деле за месяц будет произведена довольно большая иммунная прослойка, и вирус как таковой, у нас где-то размножаться. Вирус же не бактерия, он не может лежать в почве, но надо постоянно размножаться. В Казанском федеральном университете продолжают профилактику и борьбу с коронавирусной инфекцией. В интервью нашему телеканалу заместитель главного врача по медицинской части университетской клиники Казанского федерального университета Эмма Мухамедшина рассказала о последствиях коронавируса и еще раз объяснила, зачем нужно вакцинироваться. Задача вакцины от ковид создать иммунную прослойку населения. Потому что, да, есть уже большой процент и переболевших людей, но, к сожалению, есть еще и очень большая группа непереболевших людей, для которых потенциально высок риск инфицироваться. Плюс много говорится сейчас о мутациях вируса, которые тоже могут привести к более тяжелому течению коронавирусной инфекции. Поэтому создать эту прослойку иммунную очень важно. Вакцина – это не новость какая-то, это известный способ профилактики, который уже, да, 17-18 века активно мы знаем, и такие уж мировые, да, истории борьбы с инфекцией с ОСП и с полиомиелитом. Поэтому тут надо принять эту ситуацию и каждому для себя понять, что сегодня важна человеческая жизнь, а для этого должна быть правильная профилактика. Того же мнения придерживается и главный врач университетской клиники Казанского федерального университета Сергей Осипов. У нас нет другого выхода, к сожалению, так как все медицинские манипуляции, связанные уже с лечением коронавирусной инфекции, они иногда и не приводят к положительным результатам. Поэтому единственным способом остановить эпидемию на сегодняшний день, разработанным вообще за всю историю человечества, является вакцина-профилактика. На сегодняшний день в университетской клинике первым компонентом вакцины «Спутник Ви» привиты 3056 человек, двумя компонентами 2383 человека. Все желающие пройти вакцинацию в университетской клинике Казанского федерального университета по адресу Вишневского 2А могут предварительно записаться на едином интернет-портале госуслуг или позвонить по телефону 233-30-00. Илья Андреев, Ленар Тавлетьяров, Юнивер Ньюз. В канун Дня космонавтики в Астрономической обсерватории имени Василия Павловича Энгельгарда Казанского университета был проведен пресс-тур. Все подробности далее. Сейчас мы находимся на территории Астрономической обсерватории имени Энгельгарда, которая была открыта в 1901 году. Именно Василий Энгельгард когда-то передал все свое астрономическое оборудование Казанскому императорскому университету. Это невероятно историческое место и сейчас мы посмотрим, что находится за дверями обсерватории. В музее обсерватории можно познакомиться с историей развития Казанской астрономической школы с начала 19 века и до наших дней. Также можно увидеть уникальные старинные и современные телескопы и многое другое. Например, этот телескоп предназначен для получения точнейших координатов объектов небесной сферы. Появился объект, попал точно в перекрестие, нажимает на кнопку, фотографируется круги. Отдельные стенды в обсерватории посвящены нашим космонавтам. Напомним, что 12 апреля 2021 года исполняется 60 лет со дня запуска первого человека в космическое пространство Юрия Гагарина. Далее в планетарии Казанского университета Дмитрий Таюрский, проректор по образовательной деятельности, подчеркнул, что об этом сегодня нужно широко говорить, поскольку молодое поколение не всегда правильно понимает и воспринимает те успехи, которые были сделаны в советское время. Естественно, что такое большое событие не могло быть без коллективного труда большой группы ученых, инженеров. И немаловажную роль в осуществлении этого полета сыграла технология, которая хорошо вам всем известна. Это технология радио. 7 мая на территории Астрономической обсерватории будет проведена серия мероприятий, посвященных как раз Дню Радио, сказал Дмитрий Таюрский. Также стоит отметить, что на данный момент обсерватория имени Энгельгарта включена в так называемый список ожиданий Центра Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Работа обсерватории по включению его в список ЮНЕСКО была начата еще в 2005 году. То есть у нас и буферные зоны нормальные здесь. И, в общем-то, уже сами здания являются переведенными в такую полу-юНЕСКО систему, как вы сами сейчас наблюдали. Конечно, нам надо модифицировать еще многое, но, тем не менее, это уже музейного такого плана все объекты. Исторические телескопы стоят. На следующий год в обсерватории планируется большое заседание группы ЮНЕСКО. Возможно, именно на этом заседании и решится вопрос о включении астрономической обсерватории в список Всемирного Наследия. В совершении пресс-тура в Планетарии гостям провели астрономическую лекцию в Звездном Зале и показали полнокопольный фильм. Энджи Минебаева, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом все. В студии был Илья Андреев. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok